Перебраться в частный дом из городской квартиры сегодня для многих настоящая мечта. Однако есть и те, кто за такую мечту заплатил несколько миллионов, но вместо добротного жилища получил сарай. О долгожданном, но не случившемся новоселье в сюжете Николая Сальникова. Микрорайон Раздольный, что в окрестностях Бердска должен был стать новым местом жительства Веры и Владимира Плешаковых. Но судьба, а скорее нерадивый застройщик, распорядился иначе. 16 октября 2013 года мы заключили договор со строительной компанией ООО «Центр строительной комплектации» на предмет строительства кирпичного дома с облицовкой фасада кирпичной, с исполнением технического подполья, в котором будут располагаться все коммуникации. В итоге вместо красивого облицовочного кирпича доски, которые даже для постройки бани используют не каждый. Внутри отсутствует техническое подполье, где должны находиться коммуникации. На этом список не исчерпывается. Водоотведение не сделали. Фундамент и отмостку сделали не в соответствии с требованиями, не заключения строительного эксперта, который имеет на это право проводить экспертизу. Официальный документ, все. Вот посмотрите, как они сделали нам террасу, что она из себя представляет. Смотрите, какие перила. То есть все сделали в нарушении СНИПов. В такой домик наша героиня с супругом въезжать категорически отказались и обратились с жалобой на застройщика в администрацию Бердска. После многостраничной переписки пенсионеры выяснили, что арбитражный суд обязал администрацию города принять дом в эксплуатацию. При этом в документах суда, а впоследствии и чиновников, фигурировали данные, исходя из которых дом соответствует условиям договора. В итоге строители начали требовать от наших героев подписать акт приемки сдачи. Заставляли, буквально прямо на подоконнике подписать акт приемки. Я говорю, вы хоть газ-то подключите, отопление включите. Подпишите акт, через два часа будет все включено. Воду проверить. Ну, там много каких-то технических. И вот нам один ответ был. Подписывайте акт, мы вам подключим газ, через два часа запустим отопление, все у вас будет нормально. Разумеется, веры коммерсантам у пенсионеров уже не было. Сегодня мы вместе отправились в офис компании Центр строительной комплектации. Как нередко водится, в таких случаях директора мы не застали. А на его кабинете вывеска ответственны за противопожарное состояние и номер для связи. 0-1. Однако менеджер, оформивший сделку, была на месте. Объясните, пожалуйста, как так получилось? Вы занимались домом, продажей дома, который должен был быть кирпичным, а в итоге оказался дачным угодним каким-то? Куда вы уходите? Ну что это такое? Усугубляет ситуацию, что за этот дом пенсионеры выплачивают кредит каждый месяц 30 с половиной тысяч рублей. В итоге вопросов в ходе нашего визита возникло много. И к компании, которую можно переименовать в Центр строительной недокомплектации и к уже бывшему ИО главы Бердска. Николай Сальников, Алексей Зубило, Новости ОТС.